Девушки отдыхают Девушки отдыхают Владимир Журавлев известный в Кировской области бизнесмен, руководитель нескольких предприятий. В его подчинении в общей сложности около тысячи человек. Рассказывая о способах ведения бизнеса, наш герой подчеркивает, что его жизненная позиция это не логика ума, а движение души. Мои успехи в бизнесе в последние годы связаны с тем, что я принимаю непонятно некоторым моим окружению, непонятно какие-то решения, которые вначале кажутся нелогичными и непонятными. Но в итоге они приводят неожиданным образом и для меня неожиданным образом к чудесным каким-то положительным результатам. Был такой экономист английский, классик, Адам Смит, помните, да? Вот он говорил, что кто такой менеджер? Менеджер человек, который управляет временем, пространством, деньгами и людьми. Представляете, да? То есть это в некоторой степени какое-то такое мистическое управление, ему нигде не обучают в институтах. Это путь сердца. Это те люди, которые пытаются идти религиозным путем, путем сердца. Бог внутри. И они достигают тогда таких моментов. И они всегда, наверное, по определению должны быть моральны, потому что им дается какая-то власть в виде денег, в виде энергии, но из них и спрашиваться по-другому, как с обычным человеком. Я вообще считаю, бизнес – это живой организм, правильно, да? Ну, как сказать, что у нас важнее? Ну, формально нам мизинец на ноге не нужен. Он какую роль выполняет? Ну, какую-то выполняет, но нам непонятно. Если удалить мизинец, ну, наверное, ничего не случится. Это, например, как уборщик с одной стороны, но с другой стороны – это весь организм. И бизнес – это умение как раз вот, ну, вот каждый человек, каждый человек важен на своем месте. Труд – это тоже молитва Богу, говорит наш герой. А главная задача каждого человека – найти точку приложения своего труда. Иначе смысл жизни. И это – самая сложная задача. Говорят, что человек, он должен найти этот смысл жизни. Это раскрывается для каждого по-своему. Это неким мистическим образом, то есть в диалоге, в внутреннем диалоге со своим, ну, со своей душой. Ну, или говоря, с Богом. Я, ну, наверное, человек такой в некоторой степени, ну, общественный, государственный. Для меня, личное, мое, я себя не разделяю с людьми, ну, с окружающим миром, с тем, все, что у нас существует. Я верю в то, что мы энергетически связаны со всем миром, со Вселенной. Эту Вселенную, вот, и тот разум, сообразно, чему здесь все так построено, называют некоторые кто-то Богом, кто-то высшей силой, кто-то высшим разумом. Ну, как говорят те люди, которые являются меня авторитетом и те источники, что самое главное и самое сложное в этой жизни – это просто жить. Находить силы жить, находить смысл жизни. Немногие привычные для обывателя вещи в жизни наш герой считает важными. Говорит, проживет и без денег, и без многих материальных благ. Но вот без движения, без каждодневного труда, без перемен своего существования представить не может. И как человек неравнодушный, желает перемен и всему вокруг. Мне кажется, в Кирове недостаточно объединения. Вот проблема, я человек такой вне политики, я не состою ни в какой партии, вот, на сегодня ни в каком общественном движении. Хотя я человек неравнодушный, мне не все равно, что происходит в политике, в бизнесе, в экономике, справедливости, там, на дорогах, там, что происходит, там, как ездят у нас на дорогах, как ведут себя водители, там, что происходит в школах, что происходит в больницах, что происходит в этом. Я пытаюсь всегда занимать какую-то гражданскую такую позицию определенную. Не потому что я хороший, потому что я какое-то внутреннее требование. Если мы хотим перемен, мы должны влиять, вот, если взять в центре круга общественное сознание, то есть это ментальный эгрегор, информационно-энергетический эгрегор, который формирует, например, общество в городе Кирове. И вот мы всеми силами должны настраивать на то, что вот этот эгрегор изменить, потому что он, изменив его, вот эта, как бы, матрица города, матрица развития города, она начинает, как бы, двигать нас. То есть она влияет на всех, на преступников, там, на богатых людей, на элиту, на культуру, на образование, на детей, на пенсионеров, на школьников. И если она негативная, то есть в общественном эгрегоре формируется депрессия. Эти же рецепты, они всеми мистиками, там, мудрецами, философами, они давно уже открыты. И это и в Библии сказано, спасись сам, и спасутся вокруг тебя тысячи. То есть мы в некоторой степени, если мы развиваемся, двигаемся, мы маяк, но не для всех людей. Все равно люди делятся на какие-то классы по интересам, по восприятию мира, там, по духовности, по этому, по всему остальному. И пусть кто-то кого-то маяком видит, и это же прекрасно. То есть ты сам должен стремиться двигаться вперед, и все вокруг тебя, оно по определению, начнет отменяться в лучшую сторону. Самые мощные силы на Земле, говорит Владимир Журавлев, это сознание человека. И чтобы в жизни материальной начались перемены к лучшему, главное разобраться в своей душе. Я часто возвращаюсь к своему воспоминанию пятилетнего мальчика. Вот я у бабушки в деревне, бегаю босичком по деревне. И вот эти все вещи, ощущения, которые я сейчас смог их, как бы так, облечь в словесную форму, они мне были знакомы. Я думаю, что мы в детстве все до семи лет знаем истинный смысл жизни и намерение. И из нас идет, как бы, бьет ключом та энергия, которая называется перспективой жизни и так далее. А на каком-то этапе, когда мы поступаем в школу, потом институт, потом социум начинает нас плющить, начинаем принимать правила этого общества, мы меняемся, и жизнь в некоторой степени она приобретает, я скажу, такие искусственные, общественно-искусственные, социально-искусственные какие-то формы. Все должны искать. Они должны находить людей, ну, называются их учителями или мастерами, которые смогли бы им объяснить. Вот практика, опять же, в моей жизни показывает, что настоящее знание, вот я всегда получал от людей из уста в уста. Это всегда процесс интимный, это в процессе какой-то беседы происходит. Это стоит даже сотни тысячи книг. Но есть еще путь мистика, то есть он, когда бессловесное, безмолвное знание. На самом деле эти техники, они известны там и миллионы лет. То есть мысли, вот это слово мешал, которое в голове постоянно, постоянный монолог, диалог, монолог, монолог, который мы ведем. Никто никогда не думал о таком моменте, но вот даже православная молитва чаще всего, ну, когда, знаете, повторяется, она коротенькая, постоянно-постоянная. Когда вы постоянно повторяете молитву, вот как вот эти люди, которые там, которые уходили в уединение и так далее, он миллионы раз или тысячу раз повторял. Мысли что в голове? Он через какое-то время понимал, сознание-то очистилось. Мыслей в голове нет. Для того, чтобы услышать Бога, нужно сделать пустоту в голове, то есть освободить от внутреннего монолога. А еще наш герой старается жить без привязанности. Говорит, привычки убивают любовь и к близким, и к делу. Любить нужно без обременений. Всегда есть в обществе разные интересы, всегда есть зависть. То есть там, а почему у меня не так? Поэтому на самом деле, мне кажется, вот богатые люди и те люди, которые больше всего могут, у них должно быть на уровне инстинкта, на уровне ДНК, быть такая вещь, что они должны быть готовы отдать все. Тогда они, знаете, как вот духовное, то есть ты богат тогда, когда ты готов все отдать, и ты все отдал. Ну, в принципе, наверное, да, то есть я уже много лет в себе культивирую, потому что есть постоянно угроза бизнесу, постоянно есть потерять все. Мало того, если просто человек потеряет деньги, у него нет долгов, а в бизнесе очень часто, знаете, плотно ты потерял бизнес, у тебя все есть, еще и долги у тебя остались. Вот это хуже. Но это, конечно, условно. На самом деле, ты всегда готов, должен быть, и это вот меня поддержат все, кто занимается производством уже долгие годы, что не нужно держаться, быть готовым. Просто если у тебя кто-то готов купить, ты готов продать его. Это считается лучшим вариантом. Или ты готов потерять все и начать заново. Вот мои слова кому-то упали на душу, они, ну, это работа с вами поддержки какой-то, что ой, я не один тут такой идиот. Ну, то есть есть люди, которые в городе что-то добиваются, и тоже у них такие же мысли, то есть мы, оказывается, все у нас нормально. Если вот как-то днется в этих душах хорошо, кто-то скажет, мне это вообще не подходит, кто-то скажет, да это все фигня. Ну, вот философ, вот мудрство, ну, и тоже будет со своей стороны правы. Смысл жизни, пусть каждый ищет свою правду в жизни. Нужно, говорят, есть люди правильные, есть праведные. Правильные – это те, которые поступают по правилам, а праведные – это те, которые по правде внутренней. У каждого правда своя. И вопрос, вот я думаю, что пусть каждый двигается по правильному пути, идет сообразно, велению своей души, ищет свой путь, свой смысл жизни. Субтитры сделал DimaTorzok